Детские площадки, открытые на базе школ города, находятся на контроле окружного профильного ведомства. Сегодня руководство Департамента образования, культуры и спорта вместе с вице-губернатором, курирующим сферу образования, посетили школу номер один. Довольны ли дети, организованным для них досугом, узнала и наша съемочная группа. Сегодня лагерь дневного пребывания на базе школы номер один посещают 150 несовершеннолетних. Для них организована насыщенная культурная программа, развлекательные викторинные квесты, музыкальные и спортивные занятия. Мы сотрудничаем с Нордом, ребята выезжают. Сегодня у нас среда и четверг, это день плавания, да, бассейн, да, день бассейна у нас. И сегодня же ребята старших отрядов выезжают в Ледовый. Ну а чтобы энергии хватило на весь день, для детей организовано бесплатное двухразовое питание. Голодным из столовой не выходит никто. Очень, очень вкусно. Завтрак, обед. И каждый день нам дают молочные продукты, сок и фокт какой-нибудь. Вам нравится? Да. В лагере дневного пребывания на особом контроле не только организация питания и досуга детей, но и здоровье. Медицинский кабинет будет работать на протяжении всей смены. Когда открывается площадка в начале лагеря, мы их взвешиваем. Рост, вес, силу мышц и объем легких в начале площадки и в конце площадки. Потом составляется отчет. Каждый день также дети осматриваются на педикулез. Ну и все. И если какие-то травмы, если какие-то жалобы, ребятки могут обращаться. Медицинское обслуживание идет на период всего лагеря. Детские площадки, организованные на базе школ, находятся на особом контроле руководства окружного профильного департамента. Контроль как раз за их деятельностью – это основная наша задача. В этом году нам удалось увеличить стоимость питания детей. То есть мы посмотрели именно, как организовано питание, довольны ли дети питанием. Дальше мы посмотрим именно тематические площадки, то есть насколько интересно детям, чем еще может быть предложение занять. В общем-то они у нас ездят и на базу труда, выезжают в все лагеря без исключения, те, кто на территории города Наринмара, и в бассейн. То есть здесь плотная работа идет с учреждениями, в том числе дополнительного образования. Поэтому наша задача – посмотреть, чтобы максимально детям было комфортно, обеспечить как их безопасность, питание, и чтобы детям было весело, хорошо, комфортно. Тематические площадки дневного пребывания детей на базе образовательных организаций региона традиционно открываются в первых числах июня. Продолжительность смены составляет 21 день. Ожидается, что в этом году площадки региона посетят 1755 несовершеннолетних, в том числе 610 детей из окружных сел. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.